Окей, хорошо, запись пошла. Еще раз всем добрый день. У нас с вами очередные итоги месяца. Это ежемесячный онлайн-вебинар, на котором мы с вами общаемся. Мы говорим о том, какие новости в компании. Мы поздравляем тех ребят, которые активно работали в прошлый, предыдущий период отчетный, прошлый месяц. И мы с вами говорим о стратегии развития компании. В общем, очень много новостей, которые у нас за месяц накапливаются. Мы вот в таком формате, в формате вебинара, мы все это дело обсуждаем. Значит, ну, мы с вами начнем с... Так, сейчас я подгружу презентацию. И мы с вами начнем с... Да, итоги месяца, июнь 2019. Кстати, сегодня 17 число. Мы немножко припозднились. Почему? Потому что у нас было мероприятие большое. Это был юбилей компании. Мы отмечали 5 лет. Это было в Грузии в начале июля. Вот, поэтому, значит, обычно и впредь мы будем итоги проводить. Итоги месяца будем проводить прямо в первых числах следующего месяца. Вот. А в этот раз просто у нас было мероприятие. Мы празднули день рождения компании. Нам 5 лет. Празднуют пятилетний юбилей. Это очень важная дата, потому что, ну, бизнес-сообщество обычно говорят о том, что 95% компаний не доживает до своего первого пятилетия, потому что уходят с рынка. Вот. И только 5% компаний доходит до пятилетнего юбилея. То есть празднуют пятилетний юбилей. И обычно говорят о том, что когда вы выбираете какую-то компанию для того, чтобы с ней присоединиться, или быть партнером, или как-то с ней взаимодействовать, то нужно посмотреть на, в том числе, и срок ее жизни. Потому что если компания работает 5 лет и больше, это уже говорит о том, что компания надежна, стабильна, с ней можно работать и так далее. И я на своем опыте это прочувствовал как SEO этой компании, потому что за эти 5 лет были разные моменты. Мы были постоянно в поиске. Это, знаете, такое еще, наверное, незрелое детство, когда были периоды, когда мы просто бежали, бежали, бежали. Были периоды, когда мы искали себя, искали какую-то точку опоры, на которую можно было опереться и строить дальше фундамент для долгосрочного бизнеса. И вот все-таки 5 лет – это такая проверка, это и эмоциональная проверка, это и психологическая проверка, потому что, на самом деле, немногие люди могут 5 лет заниматься одним и тем же делом. То есть это, опять же, какое-то должно быть состояние внутреннее правильное. Поэтому вот все-таки это правильное мнение, что 5 лет – это очень важный срок, очень важная отметка. Вот. И мы с вами ее прошли потрясающе. Мы с вами в реализации тех стратегий, в реализации тех целей, которые мы перед собой поставили. В общем, все, что сейчас происходит, нам очень нравится, мне нравится и в администрации. Все, что сейчас происходит с компанией, с продуктом, нам очень нравится. Вот. И я хотел бы сделать немножко такой пост-промоушен того события, которое у нас было, и тех новостей, которые мы с вами там осуждали, потому что не у всех получилось доехать. Вот. Кто-то сдал билеты, непонятно почему. Ну, понятно почему, но, тем не менее, и не поехал. Но, тем не менее, у нас было много человек, ну, то есть много приехало партнеров и клиентов. Вот. Но, тем не менее, мы еще раз с вами это повторим. Для тех, кто не был, это будет полезно. Для тех, кто был, это будет повторение тоже очень полезно. Значит, начнем с того, что у нас уже совсем скоро появится дирекит по продажам. Он уже, в принципе, готов. Он сейчас проходит вообще прям финальную-финальную модерацию. И очень скоро мы выложим в бэк-офис дирекит по продажам. Это, скажем так, инструкция по тому, как работать с этим продуктом, как продавать этот продукт. Я хочу сказать то, что мы сделали. Мы собрали этот продукт. Он создан не в недрах компании, потому что компания занимается разработкой продукта, компания продукт не продает. Мы собрали самых-самых эффективных партнеров именно в продажах. То есть это те люди, которые обладают самой-самой потрясающей, самой эффективной экспертизой в области продаж. И они в течение, ну, вот последнего полугода, потому что у нас было первое собрание еще где-то вот в новогодних праздниках. То есть в течение полугода эти ребята в команде собирали, собирали по крупицам все свои знания, значит, собирали это сделать, то есть сделали так, чтобы вот этот вот колоссальный труд можно было уместить вот в одном документе. Причем этот документ получился не такой уж большой, потому что на самом деле очень тяжело вот эту всю, всю вот эту массу информации вместить в один документ. Но, тем не менее, у нас это получилось, у ребят это получилось, и очень скоро мы уже в бэк-офисы выложим диреки по продажам. И это, диреки по продажам, это как настольная книга абсолютно любого партнера, там, если хотите, как Библия, которую нужно постоянно читать, которой нужно постоянно возвращаться. И как вот у нас выразился идейный вдохновитель диреки по продажам, Дмитрий Семенов, то, что это как Библия, которой нужно возвращаться на каждом этапе своего осознания. То есть мы постоянно возвращаемся. Причем этот документ, он будет постоянно, он будет живой, он будет постоянно модернизироваться, потому что он будет доступен по ссылке, и в этой ссылке документ будет меняться, и мы его постоянно будем опатализировать. Поэтому это очень важный документ, и я понимаю, что сегодня не все любят читать, сегодня не все любят читать большие тексты и так далее. Вот, у нас была идея, есть идея, чтобы еще сделать видеоформат, но, тем не менее, это тот документ, который нужно прочитать, Если вы связываете свое ближайшее будущее с этой компанией, с этим продуктом, и если вы хотите быть эффективным, потому что это, по сути, как стажировка, когда вы, прежде чем начать свой профессиональный труд, обычно мы все 5 лет учимся в высшем учебном заведении для того, чтобы подготовиться к самостоятельной взрослой жизни, там, где мы работаем, зарабатываем деньги. Та же самая история, то есть здесь, не надо 5 лет учиться, нужно просто осилить документ, там и о продукте компании, и о том, как правильно его рекомендовать, как правильно его продвигать, поэтому это очень важный документ, его нужно, с ним нужно ознакомиться. Идем дальше. Также у нас уже на очереди подготавливаемый дирекит по, так, да, кстати, аттестация у нас появится в ГИС-университете очень скоро, то есть мы сможем проходить, партнеры смогут проходить аттестацию в ГИС-университете. Пока мы это сделаем, пока мы это добавим как опцию, и, значит, если все окей, то потом уже мы сделаем так, что любой партнер, зарегистрирующийся, сможет получить доступ к лицензию только после аттестации уже в ГИС-университете. Ну и понятно, что дирекит по продажам прочитали и спокойно прошли аттестацию в ГИС-университете, то есть те, кто ознакомится с этим документом, для них проблем никаких не будет. Также следующий у нас дирекит по внедрению, то есть есть продажа самого продукта, а потом уже идет внедрение продукта. Вот, и дирекит по внедрению у нас тоже уже на подходе, тоже финальные отправки, и мы тоже его разместим очень скоро в бэк-офисе. И вот вся вот, весь этот, все, что я сказал по поводу дирекит по продажам, тоже относится к дирекиту по внедрению, то есть это тоже документ, с которым нужно работать, с которым нужно изучать. Идем далее. Значит, мы с вами, я вас хочу всех поздравить, что мы с вами закончили один спринт, и мы с вами переходим уже в следующий спринт. Напомню, что мы решили работать с спринтами, технологией Gile, то есть мы работаем по два спринта, в партнерской программе мы работаем по два спринта в год, то есть первую половину года и вторую половину года. Вот мы первую половину года отработали, сейчас начинается у нас вторая половина года, это второй спринт, и он у нас будет не 6, а 7 месяцев, начиная с 1 июля по 1 февраля 2020 года. Значит, мы с вами начинаем новый спринт. Значит, в этом спринте у нас с вами будет событийная линейка, у нас будут важные события, я скажу про два важных события, понятно, что у нас там будет много бизнес-форумов, у нас там будут организованы различные школы, школы М3, я думаю, что в командах, возможно, у вас будут какие-то выезды командные, какие-то выезды с промоушенами. Мы когда были в Грузии и на лидерском совете мы обсуждали, что внутри команды можно делать, например, какие-то выезды, не знаю, например, в конце декабря сделать выезды в Европу, там на католическое Рождество тоже очень красиво, там внутри команды договориться, сделать какие-то определенные условия, и, значит, те люди, которые эти условия выполняют, они собираются где-то в какой-то европейской стране, тоже очень интересно, очень красиво, вот, если вы не были, то я очень рекомендую это. Событийная линейка. У нас от компании есть два очень важных события. Значит, первое событие, которое нас вот буквально очень скоро ждет, это Турция. Значит, Турция, 4 дня мы с вами там будем проводить обучение, то есть это 4 дня, на которые мы точно собираемся. 29, 30, 1, 2 октября, то есть на стыке сентября-октября. Значит, вы можете приехать до, вы можете приехать после, но нужно быть вот именно вот в эти 4 дня в Турции. Значит, в Турции мы приглашаем абсолютно всех партнеров, абсолютно всех клиентов, вообще абсолютно не имеет значения, на каком уровне, какой статус и так далее. Более того, вы можете приглашать на это мероприятие и потенциальных гостей, то есть потенциальных партнеров, гостей потенциальных партнеров, потенциальных клиентов, для того, чтобы они вместе с нами провели время, как-то влились в это сообщество, в эту тусовку и уже, скажем так, более осознанно принимали для себя решение о сотрудничестве этой компанией или там приобретении продукта. Вот, поэтому вообще абсолютно все могут приезжать. Как правило, у нас на таких мероприятиях собираются, но в прошлом году у нас было порядка 600 человек. Мы в это же время, в начале октября были в Турции, где-то порядка 600 человек приехало на это мероприятие. И, значит, первые три дня у нас будет 29-30-е. Первое у нас будет обучение абсолютно для всех. И четвертый день он у нас будет таким образом. В первой половине дня, 2 октября, у нас будет тренинг по финансам. Мы туда приглашаем партнеров в статусе ТРМ и выше. Будет тренинг по финансам. И я думаю, что для абсолютно каждого человека, для каждого абсолютно мирского человека тренинг, ну, вообще финансы – это актуальный вопрос. И этот тренинг у нас будут проводить самые эффективные партнеры, то есть те ребят, которые в этой компании выдающихся результатов, финансовых результатов. Вот, они не будут делиться тем, как они сделали этот результат, потому что, как правило, это состояние, внутреннее состояние, уровень мышления влияет на это. Они будут делиться, как они достигли, и будут делиться о том, как уже дальше, когда у тебя есть финансы, что делать дальше, как ими управлять и так далее. Это будет, я уверен, что это будет очень полезная информация, поэтому 4-й день, 2-й октября, в первой половине дня у нас будет тренинг по финансам. Мы приглашаем всех партнеров в статусе ТРМ и выше, а во второй половине дня, 2-го октября, за финалем вообще все мероприятия в Турции, у нас будет блок от администрации. Значит, там администрация, мы будем говорить о продукте, будем говорить о стратегии, мы будем говорить о новостях, которые у нас есть, и будем говорить о стратегии работы. И потом у нас с вами там начинается уже, скажем так, марш-бросок к нашим следующим мероприятиям. Вот, в общем, вторая половина дня – это будет блок от администрации. Еще раз, 3 дня для всех, 4-й день – полдня для РЭМа, тренинг для финансов, и потом снова все собираемся во второй половине дня, и будет блок от администрации. Это там самые-самые последние новости. Если помните, кто был в прошлый раз в Турции, мы блок от администрации, мы вам показали, заранее показали вам ребрендинг, перенейминг нашего продукта. Вы там впервые увидели логотипы, впервые услышали, скажем так, обновленное название. Поэтому, возможно, что вот в этот раз в Турции мы тоже вам что-то подготовим, потому что у нас сейчас грядут тоже очень интересные изменения. И вот, возможно, что мы будем готовы уже поделиться гипотезой, идеей по поводу этих изменений. Значит, Турция – очень важно быть. Если вы еще не бронировали, не определились, то у нас в новостях, в каналах есть уже информация об отеле, есть даты. Вы можете пойти уже и бронировать на эти даты этот отель. Понятно, что чем быстрее вы это делаете, тем цена будет ниже, потому что уже непосредственно к мероприятию у нас иногда бывает, что отель стоит на стоп, солдал, потому что у нас большое количество желающих, большое количество партнеров, и партнеры уже весь этот отель забирают. И имейте в виду, что так как отель работает по системе «Все включено», не будут пускать гостей из других отелей. То есть, если вы возьмете другой отель и поселитесь там, в этом отеле, то вы не сможете переходить на мероприятие. Ну, сможете, но, скорее всего, отель будет брать плату. Каждый раз, когда вы заходите на территорию отеля, там, здесь, в All Inclusive, как правило, отель берет плату, поэтому имейте в виду, лучше поселиться в этом отеле, потому что там полотеля будут наших, это постоянные там ежедневные общения, тусовки, какие-то мероприятия. Мы там не только учимся, мы там очень много, у нас какие-то совместные развлечения и так далее. Вот, ну и как бы это такой корпоративный выезд. Это классный отель, пять звезд, все включено, косилы, мы уже там были, называется Альвадона, поэтому, если вы еще не забронировали, нужно бронировать. Идем дальше. Следующее мероприятие, которое нас с вами ожидает, важнейшее, самое главное мероприятие, которое есть в компании, это итоги года. У нас будут итоги года 2019, этого года текущего, и мы с вами все это дело, итоги года подведем 8-9 февраля 2020 года к уроку City Hall. Значит, продажа билетов уже у нас началась, ссылка есть в бэк-офисе. Значит, в этом году все намного проще у нас будет. Билеты у нас будут, то есть вы заходите в бэк-офис, нажимаете ссылку, там открывается схема зала, вы выбираете место, количество билетов, и, значит, вы их оплачиваете, берете билеты. Вот, все намного проще в этом году, нет вот этих физических билетов, поэтому, если вы это еще не сделали, зайдите, нажмите на эту ссылку и возьмите себе билет. Еще имейте в виду, что мы в этом году приняли решение к уроку сделать на 3000 мест, поэтому у нас всего лишь 3000 билетов, и я точно знаю, что желающих будет больше, точно знаю, потому что, как правило, мы собираем к уроку с больше. Вот, в этом году мы решили его ограничить, 4000, вот, мы сделаем, мы лучше сделаем очень быстро солд-аут и сделаем так, что, ну, просто в конце просто не будет хватать билетов, вот, и, значит, понятно, что если вы хотите быть там, то нужно уже заранее об этом позабыть. Так, и следующее, очень важный момент. Значит, как правило, итоги года у нас проходят в формате того, что мы подводим итоги года, мы говорим о стратегии развития, мы показываем самые лучшие кейсы, и у нас есть номинация, номинация называется «Партнер года». То есть у нас есть свой собственный, так скажем, «Оскар», премия вручения «Оскара», вот, и у нас есть различные номинации за то, как партнера провели этот отчетный период, этот год. Вот, это все проходит так же красиво, это красивые люди, значит, в красивых вечерних платьях, женщины, это, значит, красивые костюмы, дресс-код и так далее. То есть это сцена, это, значит, фанфары, в общем, я думаю, что наша церемония, она не хуже церемонии «Оскара», вот, и состав тоже не хуже, вот, и, значит, состав номинантов. И, в общем, это всегда очень красиво. И выйти на сцену и получить вот это признание, когда на тебя смотрит целый зал, весь крокус, это дорогого на самом деле стоит. И в этом году мы решили сделать таким образом. Если вы помните, те, кто были на предыдущих мероприятиях, у нас обычно номинации «Итоги года», они, ну, так скажем, субъективные. То есть есть какое-то определенное жюри, а это называется «Высший лидерский совет компании». Значит, и вот этот «Высший лидерский совет» принимает решение, то есть есть, например, номинация какая-то, и «Высший лидерский совет» принимает решение о том, кто заслужил эту номинацию и кто должен выйти на сцену крокуса. Как правило, эти номинации, они всегда субъективны. И мы, сколько вот мы проводим «Итоги года», это уже будет пятый «Итоги года», вот, и каждый раз мы слышим от партнеров, типа, а как вот, ну, кто вообще это определил, а вот с чего взяли, что вот этот партнер, например, там, самый быстрый старт или там «Куратор года» и так далее. Вот, и, ну, каждый раз, понятно, мы отвечаем, что это субъективно. И вот в этом году мы решили все поменять, мы решили сделать все номинации, постараться максимально все номинации сделать объективными. То есть сделать так, чтобы их можно было посчитать, и чтобы мы до конца не знали, кто, то есть чтобы было какое-то соревнование, и чтобы тот партнер, который набрал, скажем так, большее количество очков, чтобы он вышел на сцену и получил признание. Чтобы у нас не было, чтобы была, знаете, интрига в номинации, например, «Партнер года», потому что у нас «Партнер года» из года в год получают одни и те же ребята. Вот, и я думаю, что если бы мы ничего не поменяли, то вы бы 8-9 февраля приехали бы в «Крокс», и никакой абсолютно для вас интриги не было. И как бы я там на сцене не говорил, что «А кто же у нас будет партнер года», весь зал говорит, что мы и так знаем, вот, поэтому там быстрее называйте. Вот, и мы решили сделать, в общем, все повернуть, сделать так, чтобы абсолютно любой партнер, независимо от того, какой у него бэкграунд до, какие у него результаты до, значит, всех подвести к старту, к стартовой черте, всех абсолютно партнеров на равных условиях. И чтобы все абсолютно могли стартовать, и абсолютно любой партнер мог стать «Партнером года». Причем, возможно, «Партнером года» можно стать партнер, который еще даже не слышал о компании, об этом продукте. Возможно, есть какой-то партнер, который завтра, послезавтра или на ближайшем форуме придет, услышит о продукте, значит, ему понравится продукт, он потом станет партнером, ему расскажут о том, что есть, значит, такая, итоги года, номинация «Партнер года», он включится и станет «Партнером года». Возможно, что даже еще нет этого партнера в компании, который будет «Партнером года». Представьте, как это интересно. Вот, и я думаю, что это очень сильно зажигает вот этот дух соревнования. И, значит, был вопрос о том, как же нам посчитать, как же нам сделать так, чтобы, ну, высчитать вот эти вот баллы или очки, и как нам выбрать вот этого партнера года. Значит, здесь я сейчас буду вам объяснять, на чем мы, скажем так, опирались, что является фундаментом, почему мы бальную систему разработали именно такое. Вообще у нас балльная система, ее разрабатывали у нас ребята, Оля Шибецкая, Дима Семенов. Они ее разрабатывали месяц последний, и еще раз, пользуясь случаем, хочу сказать им спасибо огромное за то, что они проделали действительно колоссальную работу, это колоссальный труд, это работа с цифрами, потому что у нас маркетинг, он, ну, скажем так, непростой, вот, и нужно было вот это все, значит, соединить и так далее, и задача была очень сложная, и они ушли в глубину, они, значит, создали очень сложный математический алгоритм, вот, и в обсуждении все-таки мы пришли к выводу, что, ну, нам нужно сделать проще, потому что нам нужно, то есть если мы сделаем сложно, нам нужно еще потратить время на то, чтобы партнеров уник, и потом еще там партнеру объяснять, как это все работает. Вот, так вот, в итоге ребята сделали, и я готов вам сейчас об этом рассказать, об этой балльной системе. Значит, еще один момент, что, значит, фундаментом всей этой истории являлось для нас понятие ключевой партнер. Значит, мы ввели не так давно понятие ключевой партнер, значит, пришло на смену солдаут, то есть у нас была, значит, номинация солдаут, которую мы активно пиарили, а сейчас у нас вот такая вот активная история, скажем так, золотой стандарт для Абсулепани, ключевой партнер, это тогда, когда партнер в течение одного месяца у него в команде появляется два партнера и два клиента, два партнера и два клиента. То есть для нас, как для компании, клиент и партнер – это, скажем так, может быть, немножко грубо, но как бы две одинаковые сущности, две одинаковые бизнес-единицы, потому что нам в компании важно, чтобы у нас были и партнеры новые, и нам важно, чтобы у нас были новые клиенты. Причем мы очень сильно поощряем, когда это одно и то же лицо, один и тот же человек, когда человек является и партнером, и клиентом. Это говорит о том, что партнер в продукте разобрался, и понятно, что он будет эффективно делать партнерскую программу, потому что основа продукта, он в нем активно, он очень хорошо разобрался. Вот, значит, и понимая все это, мы создавали вот эту баню систему. То есть два клиента, два партнера. Значит, и здесь была сложность в том, что нам нужно было уравнять всю эту историю, потому что мы понимаем, что есть действие по партнерской программе, тогда, когда вы проводите встречу, вы рассказываете о партнерской программе, и партнер регистрируется, и есть действие по клиентской стороне, тогда, когда вы работаете с клиентом, рассказываете о продукте, потом, значит, заводите клиента, там, модерацию проходите с внедрением, что-то помогаете и так далее. Вот. И это такие, скажем, такие две равнозначные, скажем так, для компании усилия. И нам нужно было все это как-то вот еще к одному знаменателю провести. Вот. И, значит, что мы в итоге решили? Значит, мы решили, что мы привяжем, во-первых, мы привяжем баллы к тем деньгам, которые мы получаем по маркетинг-плану от каждого нашего действия, то, что касаемо в партнерской программе, что касаемо в клиентской части. Вот. И мы уберем абсолютно командную работу, потому что ее тоже очень тяжело считать. То есть мы не будем в бальной системе учитывать командную работу, потому что там еще возникает сложность, потому что у нас, скажем так, к первому июля, вот к этой стартовой черте, есть партнеры, которые подошли, например, уже с большой командой. И если мы будем учитывать кадры, баллы, то нужно будет понимать, что если мы будем учитывать командные баллы, то, значит, ну, скажем так, одни партнеры будут иметь большую фору. Вот. Поэтому мы убрали абсолютно партнерскую историю. Мы оставили только лишь личные действия. Только лишь личные действия. То есть баллы мы получаем только с тех действий, которые мы делаем самостоятельно. Значит, итак, давайте посмотрим. Так, это продажа билетов. Значит, бальная система. Значит, как я уже говорил, мы привязали баллы к тем долларам, которые вы получаете, к тому вознаграждение, которое вы получаете к партнерской программе. Так вот, значит, бальная система. Когда у вас регистрируется партнер на пакет бизнес по маркетинг-плану, мы получаем 90 долларов. Это говорит о том, что вы будете получать 90 баллов. Партнер на бизнес. Партнер на пакете премиум. То есть у нас там изнаграждение 500 долларов. Понятно, что это 500 баллов. Партнер на пакете VIP. Там изнаграждение 1000 баллов, 1000 долларов. То есть понятно, что это 1000 баллов. И в партнерской истории еще можно получить баллы за абонентскую плату тех партнеров, которые зарегистрировались в первую линию после 1 июля. Потому что 1 июля – это у нас стартовая черта. То есть мы уже храним все абсолютно ваши активности, которые есть вот за эти там 17 дней, 17 июля. С 1 июля. Значит, команда разработчиков зайдет сейчас на новый спринт. Вот эту бальную систему напишет. Мы ее как трафарет наложим на ту активность, которую вы уже сделали. И в какой-то момент у вас появятся мои баллы в Бук-Офисе. И у вас уже появится какое-то количество баллов, если вы были активны с 1 июля. Также по партнерской работе можно получить баллы за апгрейд. Понятно, что там 400 и 900. То есть когда апгрейд с бизнеса на премиум – это 400. Когда апгрейд с бизнеса на VIP – это 900. Ну и с премиум на VIP там тоже получается 500 баллов. То есть это все баллы, которые можно получить по партнерской программе. Еще раз скажу, что мы еще раз взяли за основу ту активность, которую делает лично партнер. То есть мы хотим посмотреть, как партнер работает сам. То есть можно было еще раз взять историю с партнерской историей, с партнерской программой. Но еще раз это очень сложно, потому что очень тяжело унифицировать. То есть еще раз я скажу, что основная задача у нас была унифицировать, скажем так, привести к единому знаменателю партнерскую программу и клиентскую. То есть вы должны понимать, что у нас, например, в маркетинг-плане есть определенный диссонанс. То есть в партнерской программе вознаграждение больше, потому что там больше цены. Потому что самое, скажем так, самое эффективное действие в партнерской программе – это пакет VIP, да, 6000. А самое эффективное действие в клиентской истории – это продажи 900 с годовой обвинянской платой. То есть цены совсем разные, поэтому и вознаграждения там разные. И вот наша задача была вот это все дело уравнять, потому что для нас, еще раз, для компании и клиент важен, и партнер важен. И когда, например, мы попытались уравнять, и я сейчас расскажу, какие клиентские деньги, мы уравняли еще раз партнерскую и клиентскую историю тогда, когда партнер работает самостоятельно. Но когда мы подключаем уже вот эту вот партнерскую историю, там очень тяжело баллы считать, потому что в одной истории есть бинарная система, где баллы летят вверх, там, неважно, какое ограничение, неважно, какой глубины. А в другой истории клиентской у нас там всего лишь семиуровневая партнерская программа, где поднимается там максимально по 3 доллара. Поэтому как это все опять же унифицировать, это очень тяжело. Мы не столько это делать, то есть не стали делать это не потому, что это тяжело там технически. На самом деле это просто описано тех заданий, которые можно реализовать. Мы просто понимаем, что партнер может потом в будущем запутаться, и у нас могут быть очень много вопросов на саппорт, почему у меня там эти баллы не пришли и так далее. И потом вы своим потенциалом, то есть новым партнерам, вам будет тяжело объяснять. Вот. А вот эта система, ее в принципе там объяснить очень просто. И теперь клиентские деньги. Сколько мы получаем баллы за клиентскую историю? Значит, тут еще важный момент, что у нас есть еще корзины и свои лицензии. Вот. Причем обратите внимание, что когда мы реализуем свою лицензию, мы получаем больше денег, чем когда мы реализуем из корзины. Вот. И опять же, здесь тоже мог быть диссонанс, потому что, по сути, действия-то одни и те же. Например, когда я реализую свою лицензию, я получаю 900. Когда я реализую лицензию из корзины, я получаю 500. То есть 900 и 500. Хотя действия, трудозатраты одни и те же. То есть и для компании тоже появление клиента, то есть одна и та же история. Нам не важно, он появился с личной лицензией или он появился из корзины. Для нас, для компаний важно, что это клиент. То есть это, скажем так, бизнес-единица, сущность, которая появилась в системе, и нам это важно. Поэтому мы тоже здесь уравняли. И, я не знаю, возможно, у вас сейчас могут возникать какие-то вопросы, а почему так? Значит, я отвечу таким образом, что когда компания Pepsi делает какую-то акцию, и она говорит, что собери пять крышечек, мы не возмущаемся, почему именно пять, почему не четыре, почему не три. Компания Pepsi говорит, пять собери и получишь. То же самое история у нас и с баллами. То есть мы очень долго думали, на самом деле, это очень тяжело вот это все дело создавать. И нужно сделать понятно, просто, и чтобы это еще и работало. И, скажем так, подчеркнуть, подсветить те действия, которые нам нужны от партнеров. Поэтому вот такая лобальная система. Значит, еще раз, какие мы уравняли, своя и корзина. Вот, и, то есть не имеет значения, есть продажа из корзины или продажа своей лицензии, значит, какие мы баллы получаем. Значит, ну, во-первых, пакет Lite, там партнер получает 10 долларов, это 10 баллов. Понятно все. Когда идет аренда, партнер получает 80 баллов. Причем, не важно, своя и корзина, потому что 80 долларов и 80 баллов получает партнер. Когда мы сдаем в рассрочку, и каждый месяц там идут оплаты 150 долларов, мы знаем, что мы получаем с этой рассрочки 100 долларов. Там 10 абонентская, сейчас еще до нее дойдем. Но 100 долларов мы получаем с рассрочки. Поэтому каждый месяц рассрочки, проплаченные вашим клиентом, вам будет добавляться 100 баллов. 100 долларов на счет и 100 баллов, значит, балльную систему. Затем каждый клиент, который у вас появился, начиная с 1 июля, и он платит абонентскую плату 30 долларов, вы там получаете 10 долларов. Это значит 10 баллов. И продажи, когда идет 900, вы получаете все 900 долларов. То есть, когда идет продажа лицензии за 900 долларов, вы получаете 900 баллов. Таким образом, у нас получилось более-менее, более-менее уравнять пакеты. То есть, самое эффективное действие по партнерской программе – это пакет VIP 1000 баллов. Самое эффективное действие по клиентской истории – это продажа годовая, там 900 баллов, плюс по 10 баллов в течение года. Получается та же самая 1000. То есть, вы по 10 баллов получаете и в течение года. Вы получаете, кстати, 10 месяцев, не 12, а 10 месяцев, потому что там на 10 месяцев денег. Поэтому вот таким образом. То есть, здесь 1000 долларов и здесь 1000 долларов. Когда мы все это сделали, мы выдохнули, потому что еще раз над этой бальной системой мы бились целый месяц. Еще же нужно все это обсуждать. Все это нужно проводить через законотворческий орган, через ВЛС. И, в общем, в итоге вот такая вот финальная версия. Еще раз хочу сказать Диме Семеновне, Оле Шибецкой. Большое вам спасибо. Я понимаю, что вы создали огромный такой тяжелый механизм, такой большой механизм, сложный механизм расчета баллов. А мы как бы взяли и, скажем так, самые простые вещи имплементировали. Тем не менее, я думаю, что вот эта система бальная, она у нас, мы ее в этом спринте откатаем с вами. И в следующий спринт мы можем уже как-то ее доработать, что-то новое внести, какие-то коэффициенты добавить для того, чтобы подсветить определенные действия, которые нам нужны в партнерской программе. И, скажем так, настроим пианину уже намного лучше, и балльная система будет у нас более апгрейджена. Но вот в этом спринте мы работаем с этим. Исходя из этого, получается, что, еще раз, мы учитываем абсолютно только лишь личные действия каждого партнера. И получается, что у нас к концу года, то есть на итогах года, сможет получить номинацию партнер года абсолютно любой партнер, который включится в эту историю. Давайте посмотрим, какие у нас будут номинации. Так, значит, номинации партнер года. Первая номинация – это лучший партнер по подключению клиентов. Значит, в течение вот этого спринта, начиная с 1 июля, заканчивая 1 февраля, то есть 1 февраля – это вот стык января, там у нас 31, да, в январе день. В ночь с 31 января на 1 февраля мы обнулим, то есть, ну, скажем так, остановим счетчик и к тому моменту посмотрим, у кого больше всех баллов по именно клиентским баллам, то есть баллов, которые приходят от работы с клиентами. Значит, и этот партнер будет точно, то есть поедет, выбирает самый лучший костюм или там самое лучшее платье для того, чтобы выйти на сцену Крокуса и получить признание партнер года по работе с клиентами. Подключение вот у нас под клиентов, мы, наверное, его получше назовем там «по работе с клиентами». Мы посчитаем сумму всех клиентских баллов. Еще раз я вам скажу, что абсолютно любой партнер 8-9 февраля может выйти на сцену Крокуса под фанфары на этот большой многописечный зал и получить признание и взять микрофон в руки, сказать то, что он чувствует, то, что он думает и так далее. И это, наверное, одни из самых ярких эмоций в жизни, потому что, как показывает практика, мы все-таки не столько, наверное, бизнес делаем для денег, сколько для эмоций и для вот этого внутреннего состояния, внутреннего ощущения и к тому, что вот у меня вот в этой жизни этот опыт был. То есть я выходил на сцену перед большим залом, этот зал на руку плясал. Это очень дорого стоит, поэтому спросите у тех, кто на этой сцене уже стоял. Вот. И поэтому еще раз у каждого партнера есть такая возможность. Абсолютно у каждого. То есть у нас нет в этом году никакого субъективизма. Вы, причем мы сделаем дашборд, сделаем дашборды в бэк-офисе. Мы будем видеть рейтинг всех партнеров клиентских баллов, рейтинг всех партнеров партнерских баллов. Значит, и будет один общий рейтинг, который будет влиять на партнеров года. Сейчас я еще об этом скажу. Значит, следующий партнер года по подключению партнеров, тоже как-нибудь ее получше назовем, тавтология. Вот. Ну, смысл в том, что здесь будет учитываться сумма всех партнерских баллов. Все партнерские баллы посчитаем с 1 июля по 1 февраля. Значит, и тоже будет дашбордивидно. И тот партнер, который наберет больше всех партнерских баллов, выйдет на сцену как лучший партнер, партнер года по работе с партнерами, с партнерской программой. Значит, и... А, что у нас еще будет? У нас обязательно будет лучший офис, то есть лучший регион по клиентам, опять же, сумма всех клиентских баллов региона. Значит, затем лучший офис, лучший регион по партнерам, то есть сумма всех партнерских баллов региона. Тоже мы уже эти номинации делали. Если помните, они раньше были, так скажем, полусубъективными, полуобъективными. То сейчас будет полный объективизм. Вот. Ну и так еще, да, у нас будет лучший партнер по созданию кейсов. Значит, вы знаете, что у нас есть регламент для кейсов. Те партнеры, которые кейсы будут создавать, и, значит, в общем, выиграет тот партнер, который создаст за этот период с 1 июля по 1 февраля самое большее количество кейсов, которые были одобрены компанией. То есть у нас есть регламент для создания кейсов. Если вы его не знаете, спросите в саппорте, какой регламент для создания кейсов. Значит, какие характеристики кейса должны быть, вам там ответят. И если вы хотите в этой номинации поучаствовать, то запросите эти характеристики, делайте кейсы с клиентами, присылайте их на саппорт, и, значит, мы будем аппрувить, скажем так, одобрять. Они будут опубликованы на нашем YouTube-канале UDS-кейсы. Вот. И партнеру, у которого будет больше всего кейсов, он получит тоже номинацию. Партнер года по созданию кейсов. Так. И в финале мы партнер года. Значит, партнер года – это лучший баланс за период. Значит, за отчетный период. Что значит лучший баланс баллов? Значит, ну, вы должны понимать, что для нас, еще раз, партнер года – ключевой партнер, золотой стандарт – это когда партнер приглашает два клиента, два партнера. То есть не просто, не только клиента, и не только партнер, а то и другое. То есть это золотой стандарт, это ключевой партнер. Поэтому выиграет не тот партнер, который наберет больше всех суммарных баллов за счет того, что, например, он в какой-то части набрал очень много баллов, а выиграет тот партнер, у которого будет лучшее соотношение. Как соотношение будет работать, вам тоже знакомо из нашей, например, бинарной истории. То есть вы знаете, что у вас может быть одна нога, там может быть много баллов, но деньги вы получаете по меньшей ноге, по второй ноге. То же самое здесь. Значит, мы будем смотреть, у кого лучше, скажем так, больше всех закрылось в финансовых циклах бальных. То есть балл слева, балл справа, значит, бальный цикл. И тот партнер, который набрал больше всех этих бальных циклов, он становится партнером года. То есть может быть так, что, например, в сумме у этого партнера может быть баллов меньше, чем у какого-то партнера, например, у него набрал очень много клиентов. Но у этого партнера лучшее соотношение. Вот этот партнер становится партнером года, потому что он развивает две стороны. Для нас это очень ценно, для компании, когда партнер двигается в обе стороны. То есть и клиент, и партнер. Но что такое партнер? Он работает и с продуктами, и с партнерской программой. Это говорит о том, что он очень быстро масштабируется. То есть и продуктами занимается, и партнерская программа, и это быстро и очень быстро масштабируется. Вот такие вот у нас номинации. Еще раз, партнером года может быть абсолютно любой человек. Значит, и еще одна история, то что мы, как я уже говорил, мы не будем поздравлять солд-аутов. Мы последние, по-моему, три года поздравляем солд-аутов. Значит, мы сейчас ее, эту номинацию замещаем, номинации ключевой партнер. Это 2 плюс 2. Причем, обратите внимание, что еще раз, для компании важна, скажем так, сущность клиента и партнера. Это может быть один и тот же человек, потому что у нас есть такая история. Клиент, партнер. И, например, приходит партнер, потом берет лицензию, активирует на себя. Вот, поэтому клиент, партнер, может быть, я не знаю, 2 клиента, партнера в течение месяца. Один клиент, партнер, это 1 плюс 1. И второй клиент, партнер, 1 плюс 1. То есть это может быть 2, может быть, человека, но у вас 2 плюс 2 сработало. Потому что, как факт, мы имеем компанию 2 сущности, 2 клиента и 2 партнера. Вот, поэтому для нас вот это золотой стандарт ключевых партнеров. Причем я хочу сказать, что у нас в июне были ребята, которые стали ключевыми партнерами. 2 плюс 2. Это в июне это Евгений Сафронов, Евгения Машкова и Ольга Ким. То есть это ребята, которые сделали 2 плюс 2. 2 клиента, 2 партнера. Причем, значит, еще по условию... А, у нас еще в июле есть, уже в июле, партнер Павел Куликов, который тоже сделал 2 плюс 2. Причем для нас клиентом является абсолютно любой клиент, кроме тарифа-лайт. То есть не только продажи. Потому что мы понимаем, что есть комфортный тариф 100 долларов, с которого, например, клиент хочет начать. Или, например, у нас есть клиенты, которые просто оплачивают тариф 100 долларов уже на протяжении больше, чем года. Им проще было изначально купить 900, они бы уже сэкономили деньги. Но вот им удобно вот эти по 100 долларов покупать. И понятно, что если они есть, и если есть такой тариф, и он комфортный, то почему бы нет. Поэтому если у вас есть клиент на 100 долларов, то есть на аренде или на срочке, то считается. То есть все кроме лайта. 2 клиента, 2 партнера. Так вот, те партнеры, которые 3 любых месяца в этом отчетном периоде, в этом спринте, 3 любых месяца выполнили условия ключевого партнера, мы тоже будем их приглашать на сцену. И тоже мы будем обязательно их признавать. И они однозначно получат тоже и признание, и еще что-то получат. Вот. Посмотрим. А у нас 7 месяцев, 7 месяцев, 3 любых месяца в этом спринте, из этих 7 месяцев. Этого достаточно для того, чтобы выйти на сцену Крокоса. Можно начинать уже с этого месяца, не откладываясь, с июля. Так. И мы с вами уже финалем. Я хотел бы еще отметить тех партнеров, которые в июле активно работали и достигли определенных результатов. Начнем со статуса. Начнем со статуса региональный менеджер. В июне региональный менеджер закрыли, достигли этого уровня коэнной лестницы, следующие партнеры. Ольга Ким, Казахстан, Алматы. Ольга Ежова, Южно-Сахалинск. Лисан Лукман, Анна Дорошкина, Самара. Рафаэлла Сладонья, Загреб, Хаватия. Евгения Скурихина, Петрозаводск. Светлана Романова, Ставрополь. Ульяна Егорова, Якутск. Владимир Попелевич, Пермь. Юрий и Ольга Насырова, Москва. Петр Беляев, Момоск. Это ребята, которые достигли статуса регионального менеджера. Дальше идет статус генерального менеджера. И мы поздравляем Вячеслав Шагалов, город Рязань. Катерина Калининская, город Сургут. Булат Шайхуллин, город Казань. Алексей Буров, город Хабаровск. Это статус генерального менеджера. И у нас появились новые директора в июне. Именно их пять человек. Директора за отчетный месяц июнь. Сергей Батанов, город Ярославль. Максим Моисеев, город Москва. Антон Евгений Шумский, город Хабаровск. Валерий Щилин, город Брянск. И Данил Голуб, город Домодедово. Это, понимаем, Московская область. Те ребята, которые закрыли новую статусу. И отметим также ребят, которые активно работали с клиентами, с партнерами. Я хотел бы отметить тех ребят, которые от двух и больше. С клиентов и партнеров. Начнем с клиентов. Два и более клиентов. Начинаем с двух клиентов. В июне Иван Човник, Москва. Кстати, это продажа. Это именно продажа 900. Иван Човник, Москва. Денис Рашидов, Нижневартовск. Доворкович, город Пригорье, Бродовечко, Хорватия. Анастасия Гаврилова, Екатеринбург. Николай Белоус, Ашкелон. Александр Укьянов, Ульяновск. Нураима Набаева, Бишкек. Евгения Машкова, Кемерова. Талгат Исаков, Бишкек. Юлия Тарасова, Ижевск. Елена Милашенко, наверное. Простите, если я не так ударение поставил. Город Сургут. Геннадий Кузнецов, Санкт-Петербург. Ольга Ким, Алматы. Лилия Потапова, Кинель. Александра Лазовская, Успенская. Самир Ибрагима Хабаровск. Вячеслав Шагалов, Рязань. Денис Домбровский, Тюмень. Андрей Поляков, Омск. Александр Староверов, Омск. Андрей Самоляков, Новосибирск. Екатерина Устинова, Якутск. Терриэль и Юлия Андриадзе. Город Калач-на-Дону. Лена Галка, Екатеринбург. Дмитрий и Лидия Виляк, Улан-Удэ. Арсен Гасанов, Махачкала, Касымкент. Вилета Жукова, Ростов. Игорь Кребнев и Тамара Васильева, Санкт-Петербург. Александр Ладыгин, Вена. Остре. И три клиента. Владимир Барков, Москва. Дмитрий Кременов, Калининград. Петр Курбатов, Санкт-Петербург. Павел Куликов, Санкт-Петербург. Валентина Моисеева, Тольятти. Екатерина Калининская, Сургут. И Светлана Лушникова, город Ижевск. У Светланы, кстати, три продажи и три лайта. Три клиента на пакете лайта. У всех, кого я перечислен, у них ни одного лайта нет. Вот. Странно. Ну, вот, тем не менее. Светлана Лушникова, три продажи и три лайта. Город Ижевск. Абсолютный чемпион июня по клиентам. И идем дальше. Партнеры. Значит, я начинаю тоже от двух партнеров. Два партнера в июне. Александр Кривенцев, Волгоград. Мария Гузеева, Прага, Чехия. Игнат Снегирев, Москва. Юрий Асриан, Ставрополь. Тунгалак, Йондон, город Улан-Батор, Монголия. Лариса Галиулина, Санкт-Петербург. Евгения Машкова, Кемера. Дмитрий Каткаленко, Тюмень. Хонг, Куалумпур, Малайзия. Игорь Маркин, Тверь. Наталья Привалова, Москва. Валентина Боболева, Москва. Рафаил Хафизов, село Болчары. Иван Дубич, Загреб. Ирина Романченко, город Пушкин. Голованова Мария и Прокопенко Андрей Оренбург. Батьяргал, Цугу, Улан-Батор, Монголия. Алексей Ирина Романовы, город Вена, Австрия. Ольга Ким, Алматы, Казахстан. Евгений Сафронов, Махачкала. Вера Черкасова, Москва. Сабина Артюхова, Санкт-Петербург. Юрий Ольга Масырова, Москва. Пушкарев Сергей Виктория Спиридовская, Брянск. Кстати, это партнеры уже три. Три партнера. Франа Гриджин, Загреб, Хорватия. Роман Хохлов, Екатеринбург. Игорь Мельников, Санкт-Петербург. Затем четыре партнера в июне. Евгения Скурихина, Петрозаводск. И Цеголма Самбу, Улан-Батор, Монголия. И пять партнеров в июне. Петр Белец. Это наши чемпионы. Те, кто в июне активнее всех работал и больше всех сделал. Хорошо, значит, на этом, в принципе, у нас вся информация. Есть у нас постпромоушен. И по поводу, да, самый главный вопрос, наверное, который вас мучает и распирает. Самый главный вопрос, когда появится бальная система. Значит, бальная система у нас появится прямо сейчас. У нас идет спринт у разработчиков. И следующий спринт у нас начнется 24 июля. То есть ровно через неделю начнется новый спринт. Вот в новый спринт команда разработчиков по бэк-офису заберет эту задачу. И обычно спринт идет 2 недели, но они эту задачу возьмут в приоритете. И как только они внутри спринта сделают, мы ее очень быстро выкатим, сделаем такой хот-фикс, и она появится. Я думаю, что начиная с 24, максимум 2 недели, то есть это начало уже августа, но мы постараемся побыстрее. Вообще, в любом случае, я думаю, что следующие наши итоги месяца с вами, которые мы проведем в начале августа, мы с вами уже поздравим тех ребят, которые набрали больше всего баллов в этом спринте. Я думаю, что мы уже будем делать, поздравлять уже исходя из баллов, те баллы, которые набрали партнеры. На этом у меня все. Я благодарю вас за внимание. Хорошего результативного месяца, хорошего дня, и до встречи на следующих итогах, на следующих вебинарах. Все, всем пока. Так. Спасибо.